С 1 января мы будем жить в новых экономических условиях. И одно из конкурентных преимуществ, которое отображено в стратегии развития области, это то, что Оренбург должен стать сухопутным портом. Развитие транзитного потенциала этой теме сегодня была посвящена одна из панельных дискуссий. Здесь стоит отметить, что Оренбург же первый субъект Российской Федерации, который запустил региональные перевозки. В субботу авиапарк местной авиакомпании пополнился на два новых чешских самолета. Вице-губернатор Наталья Левенсон привела интересные цифры, которые наглядно показывают результативность работы местной авиакомпании. Создана региональная авиакомпания. Да, сегодня уже прозвучали цифры, что более 43 тысяч пассажиров перевезено. Но вот просто чтобы в аналогии понять, а что это, много или мало, так вот 43 тысячи пассажиров – это численность города Кувандыка и Сабандыкского района вместе взятых. Традиентный потенциал у нашего региона высокий, а в новых экономических условиях его можно умножать на три. Но чтобы его использовать по максимуму, нужно развивать международный аэропорт. Представитель Минтранса Российской Федерации в своем выступлении отметил, что работа в этом направлении ведется и достаточно активная. Сейчас можно уже, можно сказать, похвастаться тем, что мы освободили и Боэн-747, и 737, что позволит нашему перевозчику основному грузов Волги и Днепр совершать в том числе отразительные перевозки через территорию Российской Федерации. Новые экономические условия – это вызов, и губернатор своей стратегии качества и эффективность обозначил четкий вектор развития. Потенциал у нашего региона посвящен второй день четвертого Евразийского форума, и все панельные дискуссии направлены в первую очередь на его развитие. У нас есть экономический потенциал, промышленные предприятия, предприятия сельского хозяйства, которые сегодня готовы, в том числе готовы по импортозамещению работать, разрабатывают свои программы. Это наша логистическая структура, о чем я как бы вернусь территориально, воздушное пространство, железные дороги, автодороги, международный транспортный коридор. Если подводить итоги четвертого Евразийского экономического форума, то он собрал большое количество участников. За два дня его посетило более полутора тысяч человек. В целом площадка способствовала обмену информацией и установлению деловых контактов, которые в будущем могут перерасти в крепкое сотрудничество. Елена Файман, Семен Воробьев, Новости дня.